Я же смотрю на футболиста и думаю, если бы он столько выпил, сколько я бы за один раз, то он умер бы сегодня же. А я утром выходил, тренировался, бежал. Того, что нарушал спортивный режим, бывший футболист и новый писатель Гамула не скрывает. Говорит об этом много и честно, но ведь и играл он еще честнее и книгу писал, как уверяет сам. Ну не знаю, как получилось. Мне лично понравилось. Я был откровенен, честен. И то, что было со мной, наверное, это чистая биография, правда. Ну и интересно почитать. Гамула описывает свое нелегкое детство, как он остался без отца, как его маме было тяжело поднимать детей и именно мама стала примером для Игоря. В своей книге он часто об этом упоминает. Первая глава называется «Мальчишка с нашего двора». Это игра в футбол на камнях и буквально укладывание спать с мячом. Есть в книге и рассказ о том, как уже профессиональному футболисту Гамуле, игроку Ворошиловградской зари, пришлось поработать сборщиком тепловозов на заводе. Ну и, конечно же, юмор. Это слово и фамилия Гамула – синонимы. Курьезные и смешные случаи жизни описаны красочно. Как всегда я говорил, когда работал в колхозе в Украине, там делать нечего. С утра выпил, день свободен. С утра не выпил, день пропал. Так что так оно и есть, так оно и было. Так что юмор, он как беременность, он есть или нет. Автор предполагает, что его книга не будет интересна молодым людям, называя ее в своем стиле старческим маразмом. Ну а тем, кто помнит Игоря Гамулу на поле или тренерской скамье, почитать, конечно, стоит. И ждать выхода следующий. Новоявленный писатель-мемуарист сказал, посмотрим, как зайдет это.